Брэм Стокер, Дракула, глава 5. Письмо мисс Мины Мюррейк, мисс Люси Вестенра. 9 мая. Дорогая Люси, прости за столь долгое молчание, но я была просто завалена работой. Жизнь зауча детской школы подчас ужасно утомительна. Мне так хочется тебя увидеть, посидеть на нашем месте у моря, где мы сможем болтать и строить воздушные замки. Я усиленно занимаюсь стенографией, так как хочу впоследствии помогать Джонатану в его работах. Мы с ним иногда переписываемся стенографически, и весь дневник о своей поездке за границу он тоже ведет стенографически. Только что получила несколько торопливых строчек от Джонатана из Трансильвании. Он, слава богу, здоров и вернется приблизительно через неделю. Я жажду узнать от него все новости. Это должно быть очень интересно, видеть чужие страны. Не думая, чтобы нам, я хочу сказать Джонатану и мне, удалось когда-нибудь вместе увидеть их. Вот часы бьют 10. До свидания. Любящая тебя Мина. Посткриптум. Пиши мне обо всех новостях. Ты мне уже давно ничего не сообщала. Ходят какие-то слухи о тебе и особенно о каком-то высоком красивом человеке с кудрявыми волосами. Письмо Люси Вестенрок Мини Мюррей. 17 Четом Стрит. Среда. Дорогая моя Мина, ты очень несправедливо обвиняешь меня, называя неаккуратной корреспонденткой. Я дважды писала тебе с тех пор, как мы расстались, а твое последнее письмо было только вторым. Кроме того, мне нечего тебе сообщить. Право, ничего нет такого, что могло бы тебя заинтересовать. Теперь город оживился. Мы посещаем картинные галереи, совершаем бесконечные прогулки по парку и катаемся верхом. Что же касается высокого кудрявого человека, то это, я думаю, тот самый, который был со мной последний раз на охоте. По-видимому, кому-то захотелось посплетничать. Этот молодой человек, некто мистер Холмнут. Он часто бывает у нас, мама и он очень любят беседовать друг с другом. Между ними много общего, и поэтому они находят массу тем для разговоров. Кстати, недавно мы встретились с одним господином, который был бы для тебя очень подходящей партией, если бы ты, конечно, не была уже невестой Джонатана. Он на редкость умен, по профессии доктор. Как странно, что ему всего 29 лет, а между тем, под его личным надзором находится уже громадная больница для душевнобольных. Нам его представил мистер Холмут, он теперь часто бывает у нас. Мне кажется, это чрезвычайно решительный человек с необыкновенным самообладанием. Он производит впечатление человека абсолютно непоколебимого. Воображаю, какое влияние он оказывает на своих пациентов. Доктор нашел, что я представляю интересный для него психологический тип. При всей своей скромности, я думаю, что он прав. Мина, мы с детства поверяли друг другу все наши секреты. Мы вместе спали, вместе ели, вместе плакали и смеялись. И теперь, раз уж я заговорила, то хочу откроть тебе свою тайну. Мина, неужели ты не догадываешься? Я люблю Артура. Я краснею, когда пишу это, хотя надеюсь, что и он меня любит. Но он мне этого еще не говорил. Но, Мина, я-то люблю его. Я люблю его. Но вот теперь мне стало легче. Как хотелось бы быть теперь с тобой, дорогая моя. Сидеть полураздетыми у камина, как мы бывало сидели. Вот когда бы я подробно рассказала тебе, что я переживаю. Я не понимаю, как у меня хватило силы написать об этом даже тебе. Я боюсь перечитывать письмо, так как мне страшно хочется, чтобы ты все узнала. Отвечай мне сейчас же и скажи мне все, что ты об этом думаешь. Спокойной ночи, Мина. Помяни меня в своих молитвах. Помолись, Мина, за мое счастье. Люси. Постскриптум. Мне, конечно, не нужно говорить тебе, что это тайна. Еще раз спокойной ночи. Эл. Письмо Люси Вестенра к Минни Мюррей. 24 мая. Дорогая моя Мина. Благодарю, благодарю. Бесконечно благодарю за неожиданное письмо. Так было приятно, что я посвятила тебя в свои переживания, и что ты так сердечно отнеслась ко мне. Дорогая моя. А ведь вправду говорит старая пословица. Не было ни гроша, а вдруг алтын. 6 сентября мне минет 20 лет, а до сегодняшнего дня никто не делал мне предложений. А сегодня сразу три. Подумай только, три предложения в один день. Не ужасно ли это? Из них два предложения меня прямо огорчили. Нет, правда, мне положительно жаль этих двух бедняк. Мина, дорогая, я так счастлива. Я расскажу тебе о трех предложениях, но ты должна держать это в секрете, дорогая моя. От всех. Кроме Джонатана. Ему ты, конечно, скажешь, так как если бы я была на твоем месте, то, наверное, все говорила бы Артуру. Итак, дорогая моя, слушай. Первый пришел как раз перед завтраком. Я уже говорила тебе о нем. Это доктор Сьюарт. Главный врач в психиатрической клинике. Он казался очень хладнокровным, но я все-таки заметила, что он нервничает. Он говорил, как я ему сделалась дорога, несмотря на короткий срок нашего знакомства. Говорил, что я была бы для него нравственной поддержкой и радостью жизни. Затем он говорил мне о том, как будет несчастлив, если я не отвечу на его чувства. Но когда увидел мои слезы, то сейчас же прервал разговор на эту тему, назвав себя животным и сказав, что ни в коем случае не желает меня больше тревожить. Прервав свои извияния, он спросил, не смогу ли я полюбить его в будущем. В ответ на это я отрицательно покачала головой. Руки его задрожали. После некоторого колебания он спросил, не люблю ли я кого-нибудь другого. Я решила, что мой долг сказать ему правду. Услышав ответ, он встал и, взяв обе мои руки в свои, сказал очень торжественным и серьезным тоном, что надеется, что я буду счастлива. Кроме того, просил меня запомнить, что если мне понадобится друг, он при любых обстоятельствах будет к моим услугам. О, дорогая Мина, я не могу удержаться от слез, и ты должна простить мне, что это письмо испорчено пятнами. Конечно, очень приятно выслушивать предложение, все это очень мило, но ужасно горько видеть несчастного человека, который только что сказал тебе прямо и честно, что любит тебя и уходит от тебя с разбитым сердцем. Дорогая Мэя, я должна прервать письмо, так как чувствую себя отвратительно, даже несмотря на то, что бесконечно счастлива. Вечером. Только что ушел Артур, и теперь я чувствую себя спокойнее, чем тогда, когда утром прервала это письмо, так что могу продолжать рассказывать дальнейшее. Итак, дорогая Мэя, номер второй пришел после завтрака. Это американец из Техаса, очень славный малый, причем он до того молодо и свежо выглядит, что просто не верится его рассказам о путешествиях по стольким странам и о пережитых им приключениях. Мистер Квинси П. Моррис застал меня одну. Прежде всего, я должна предупредить тебя, что мистер Моррис не всегда говорит на американском жаргоне, то есть он слишком хорошо воспитан и образован, чтобы так разговаривать с чужими или припосторонних. Но когда мои дни в своем интимном кругу, то, думаю, меня этим различь, он страшно забавно болтает на своем потешном жаргоне и употребляет удивительно курьезные выражения. Я думаю, он просто-напросто их выдумывает и вставляет во все свои речи. Впрочем, это выходит у него очень удачно. Итак, слушай дальше. Мистер Моррис уселся около меня, жизнерадостный и веселый, как всегда, но заметно было, что и он нервничает. Он взял мою руку и нежно заговорил. «Мисс Люси, я отлично знаю, что недостоин завязывать шнурки на ваших башмаках, но убежден, что если вы будете ждать, пока найдете достойного вас мужа, вам придется пойти и присоединиться к семье евангельским невестам со светильниками. Не хотите ли вы поковылять со мной рядом, пройти долгий мирской путь и вместе потянуть житейскую лямку?» При этом он был так юмористически радостно настроен, что мне было гораздо легче отказать ему, чем доктору Сьюарду. Я ответила ему так ясно, как только сумела, что относительно ковыляния ничего не знаю, ничего не понимаю, вовсе не сокрушена и никаких лямок тянуть не желаю. Тогда он сказал, что ему все кажется очень ясно. Затем, дорогая моя, не успела я и слова сказать, как он разразился целым потоком любовных признаний, положив к моим ногам душу и сердце. На этот раз у него был такой серьезный вид, что я никогда больше не буду думать, будто обеспеченный мужчина всегда шутлива. Нет, иногда они бывают и серьезны. Мне кажется, что он заметил что-то такое в моем выражении лица, что его задело заживое, так как он на минуту замолчал, а потом заговорил с еще большим жаром, с таким жаром, что за это одно я могла бы его полюбить, если бы мое сердце было свободным. Люси, вы девушка с чистым сердцем, я это знаю. Я бы не был здесь и не говорил бы с вами о том, о чем говорю сейчас, если бы не знал, что вы прямая, смелая и правдивая до глубины души. Поэтому прошу вас сказать мне прямо, как честный человек сказал бы своему другу, есть ли у вас кто-нибудь в сердце, кого вы любите? Если есть, то даю слово, никогда больше не касаться этого вопроса и остаться, если позволите, только вашим искренним другом. Да, я люблю другого, хотя он до сих пор еще не признавался мне в любви. Я была права, что сказала ему откровенно, так как после моего признания он как бы преобразился и, протянув руки, взял мои. Кажется, я сама протянула их и очень сердечно произнес. Спасибо, мужественная девушка. Лучше опоздать, сделав предложение вам, чем вовремя выиграть сердце всякой другой девушки. Не плачьте, дорогая. Не стоит из-за меня волноваться. Я твердо не пропаду и стойко перенесу свою неудачу. Но если тот малый, не подозревающий о своем счастье, не скоро догадается о нем, то он будет иметь дело со мною. Маленькая деточка, ваша искренность и честность сделали меня вашим другом. Имейте в виду, это встречается реже, чем возлюбленный. Во всяком случае, друг менее эгоистичен. Дорогая, мне придется совершить довольно длинное, тоскливое путешествие, пока я не отправлюсь к праотцам. Поэтому очень прошу подарить мне один поцелуй. Это озарит мою мрачную жизнь. Вы имеете право осчастливить меня им, конечно, если только захотите, дорогая. Ведь тот замечательный малый, он должен быть замечательным, иначе вы бы его не полюбили. Еще не делал вам предложения. Этим он меня окончательно победил. Нина, ведь это было мужественно и нежно и благородно для соперника, не правда ли? И при том он был так опечален. Я нагнулась к нему и поцеловала его. Он поднялся, держа мои руки в своих, и когда посмотрел мне прямо в лицо, я ужасно покраснела. Затем он сказал, «Маленькая деточка, вот я держу ваши ручки, вы меня поцеловали. Если после всего этого мы с вами не станем добрыми друзьями, то больше случая не представится. Благодарю вас за вашу нежность и честность по отношению ко мне и... до свидания». Он выпустил мои руки, взял шляпу и ни разу не оглянувшись, прямо прошел к двери. Без слез, без колебаний, без волнений. А я вот плачу, как ребенок. «Дорогая моя, я так взволнована, что не в состоянии писать о своем счастье сейчас же после того, что сообщила тебе. Я не хочу говорить о номере третьем, пока не будет полного счастья. Вечно любящая тебя, Люси». По скриптум. «О номере третьем мне, верно, не нужно и сообщать тебе?» «Все произошло так беспорядочно, мне показалось, что все произошло в одно мгновение. По-моему, не успел он войти в комнату, как руки его схватили меня, и он покрыл меня поцелуями. Я очень, очень счастлива и положительно не знаю, чем я заслужила это счастье. До свидания». Дневник доктора Сюарда. Записано фонографически. 25 апреля. Полное отсутствие аппетита. Не могу есть, не могу отдыхать, так что вместо всего – дневник. После вчерашнего отказа чувствую какую-то пустоту. В моем нынешнем состоянии единственное облегчение – работа, поэтому я и отправился к своим больным. Особенно долго провозился с одним пациентом, который меня глубоко интересует. У него очень странная идея. Он до того не похож на обыкновенного сумасшедшего, что я твердо решила изучить его подробнее. Сегодня мне удалось подойти ближе, чем когда-либо к сущности его тайны. Я положительно забросала его вопросами, расспрашивала о всех причинах его галлюцинации. Конечно, это было жестоко с моей стороны. Теперь я это вижу. Я как бы старался поймать центральную точку его ненормальности, вещь, которой я избегаю у других пациентов. А вот его круг жизни. Р.М. Ренфилд, 59 лет. Сангвинический темперамент, большая физическая сила, болезненно возбуждающийся, периодически подвергается припадкам черной меланхолии. Я думаю, сангвинический темперамент доведет пациента до полного умственного помешательства. Возможно, что он опасен. Даже очень вероятно, что это опасно, хотя и бескарестный человек. Мой взгляд на это следующее. Если я – точка помешательства, то центростремительная сила уравновешивается центробежным. Если дом или дело и тому подобное – точка помешательства, то последняя сила преобладает и может уравновеситься лишь каким-либо случаем или целой серией случаев. Письмо к Винси Моррису уважаемому Артуру Холмлуду. 25 мая Дорогой мой Арчи, мы рассказывали друг другу истории при бивачном огне в прериях, перевязывали друг другу раны после попытки высадиться на маркизах и пили за наше общее здоровье на берегах Титикаки. Теперь у нас найдется еще больше материала для рассказа. Найдутся другие раны, которые нужно залечить. И есть, за чье здоровье выпить. Не хотите ли вы прийти завтра вечером ко мне? Приглашаю вас, потому что, наверное, знаю, вы завтра будете свободны, ибо мне известно, что одна леди приглашена на завтрак обеда. К нам присоединится только одно лицо – наш старый товарищ Джон Стюарт. Он тоже придет, и мы оба будем пить за здоровье счастливейшего и смертных, которые любим благороднейшим и достойнейшим сердцем. Мы обещаем вам сердечный прием и любовь, и будем пить только за ваше здоровье, в чем клянусь вашей правой рукой. Кроме того, мы готовы дать вам клятву, что доставим вас домой лично, если окажется, что вы выпили слишком за некую известную вам пару глаз. Итак, ждем вас. Вечная и неизменно ваш Квинси Моррис. Телеграмма от Артура Холмвуда Квинси П. Моррису. 26 мая. Рассчитывайте на меня во всяком случае. У меня есть новость, которая заставит вас развесить уши. Арчи.